Есть еще какие-то записки? Существует убеждение, РЭШ дает слишком фундаментальное образование, далекое от практики, в отличие, например, от ВШЭ, поэтому студент должен сначала определиться, быть связанным больше с наукой или реальным бизнесом, будучи амтомом выбирать ВУЗ, РЭШ или ВШЭ. Значит, слишком фундаментальное образование, конечно, не бывает, потому что, как я уже сказал, главное, чтобы образование не теряло свои стоимости с годами. И вот, если у вас образование слишком сильно привязано к сегодняшней реалии, например, вам рассказывают, как работают российские банки в деталях, а как должны работать банки или на каких принципах основана экономика, вам не рассказывают. Если можно рассказать и то, и то, это очень хорошо, но если вам приходится выбирать между этими двумя вещами, тут, конечно, выбор очевиден, потому что российские банки сейчас выглядят одним образом, а через пять лет будут совершенно другим образом выглядеть. И знания, которые вам расскажут о том, как сегодня работают российские банки, устареют через пять лет. И надо сказать, что выпускники российской экономической школы устраиваются очень хорошо на работу в частном секторе. Более того, к счастью или к сожалению, большинство выпускников российской экономической школы сейчас работают в российском бизнесе, а вовсе не в науке. Опять же, к счастью или к сожалению. Вот поэтому я вам еще раз говорю, я вот как сам выпускник физтеха, сожалею, что мне никто не рассказал, что мне надо учиться в российской экономической школе. Вот поэтому я хочу, чтобы вы от меня услышали этот самый месседж, что жизнь у вас сложится лучше, если вы туда поступите. Есть очень тонкая вещь, связанная именно с набором студентов именно физтеха, потому что РЭШ – это элитный вуз, который очень концентрирован на интенсивном образовании, на очень хорошем отношении к студентам. И в этом смысле, наверное, есть какие-то схожие черты с физтехом. РЭШ – это очень меритократический вуз, средний студент РЭШ родился не в Москве. Вот, и РЭШ набирает по международным экзаменам, в общем, взяток мы не берем.